Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для SWORD симулятор. Для этого нам, как всегда, потребуется сам чит и скрипт. Получить их можно очень просто на моем личном сайте. А также, перед началом, убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну из этих реклам. На сайте буквально секунд 5-10 побудьте и можете выходить. Это сделано для того, чтобы сайт поддерживался, функционировал и работал в дальнейшем. Так, идем дальше. Значит, если у вас нету чита, заходим в Exploits. И здесь выбираем какой-то из этих читов. Либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой. Также видео, как его скачать, у меня есть на канале. Оставлю его в подсказках, можете посмотреть. Star работает без ключа. В сегодняшнем ролике буду показывать Splash. Так, ладно, возвращаемся обратно. В поиске пишем Sword Simulator. Нажимаем поиск. И в сегодняшнем ролике буду показывать самый первый скрипт. 17 скачиваний у него. Нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И все. Появляется скрипт, как видите. Все очень просто. Далее заходим в Roblox. Запускаем чит. Потом заходим в настройки. И в настройках включаем Website Launch. И выбираем DLL от CRNL. В RTF пока что не работает, его нужно обновить. Но совсем скоро мы его обновим. Напомню то, что DLL от CRNL используется тоже с ключ-системой. Далее. Нажимаем на кнопочку Inject. Ждем пока здесь все проверится. Так. Все отлично. Как видите, появилось дополнительное окошко. Ключ я уже сегодня получал. Второй раз его получать не нужно. Он получается раз в день. Вот. В том окошке, короче, копируете ссылку. Эту ссылку вставляете в поисковую строку браузера. Далее нажимаете поиск. У вас появляется на экране, там на сайте капча. Вы ее проходите. Вас перекидывает на следующий сайт. Вы, короче, там ждете 15 секунд. Далее еще раз эту ссылку вставляете. Проходите капчу. И, короче, так нужно сделать около 4 или 5 раз. И на последний раз у вас покажется сам ключ. Вы его в это окошко вставляете, которое у вас открыто. И нажимаете Enter. И у вас получается заинжектится. Далее вставляем сюда скрипт. И нажимаем кнопочку Exclude. Все, вот он скрипт появился. Функций, в принципе, довольно много. Давайте начнем с самых первых. То есть самых нужных. Получается, где Select Mob? Выбираем моба, который вам нужен. Как я понимаю, скрипт работает так, что если у вас, допустим, закрыты следующие локации, у вас здесь других мобов не покажет. То есть, как видите, у меня сейчас всего лишь 3 моба есть. Выберу, получается, самого слабого. Далее. Есть кнопочка, получается, Refresh Mobs. Это получается, если, как я понял, вы открыли новую локацию, то у вас появляются новые мобы в списке. Включаем функцию автофарм, Select Mob и включаем автоатаку. И, как видите, все работает. Отлично. Сразу смотрим другие функции, какие здесь есть. Автоколлект ачив, ревард. Давайте ее включим. Получается, когда я буду выполнять какие-то ачивки, у меня награда будет автоматически с них собираться. Также есть кнопочка After Claim Playtime Reward. Это, получается, ежедневная награда, как я понял. Давайте ее соберем. Или это не то? Скорее всего, не то. Вот, кстати, ачивки. Они автоматически, кстати, должны собираться. Но почему-то не собралось, к сожалению. Ладно, соберем тогда сами. Окей, идем дальше. Давайте запустим спин. Посмотрим, что мне здесь выпадет. Так, выпало какое-то зелье. Это буст, скорее всего, на монеты. Да. Отлично. Теперь. Смотрим, что здесь дальше. А, кстати, есть функция After Claim Daily Spin. К сожалению, я уже сделал его. Посмотреть у нас не получится, работает она или нет. Но вы сможете сами проверить. Просто не заметил эту функцию. И также After Claim Rank Reward. Тоже можно автоматически собирать. Давайте попробуем. Но, к сожалению, почему-то не собираются, как видите. Либо они недоступны еще. Нет, доступны. Просто скрипт их почему-то не может собрать. Окей. Так, идем дальше. X. Получается автооткрытие яйца. Давайте пока что, да, автофарм выключим. Все, отлично. Идем к яйцам. Смотрим, сколько они стоят. Может быть, на самое дорогое даже хватит. Да, на самое дорогое хватает. Давайте его попробуем открыть. Название яйца, к сожалению, почему-то я не вижу. Возможно, оно даже не написано здесь нигде. Ну, будем тогда как-то его здесь находить. Скорее всего, это Grassland Egg 2. Потому что мы находимся на этой локации. И считайте, оно второй по счету идет. Давайте проверим. Правильно я сказал или нет. Включаем. И да, как видите, автооткрытие яйца работает. Также можно открыть с помощью нажатия. Просто на вот эту вот кнопочку. Auto Open Select Egg. Так, значит, одеваем самых хороших. Сколько здесь? Четыре можно одеть. Давайте еще одно яйцо откроем тогда. Во, еще сильнее выпал. Отлично. Так, и теперь включаем. Получается, автофарм. Давайте уже выберем мобов посильней. Но перед этим надо прокачать, кстати, палку. Где она здесь прокачивается? Так, одеваем самый сильный меч. И прокачивать, по-моему, если не ошибаюсь, где-то здесь можно. Только вот где именно? Вот это не знаю. Окей. Ладно, сами в принципе разберетесь. Я особо в этой игру-то не играю. И находим сейчас моба, которые самые сильные здесь. В этой локации. Получается, их два всего лишь здесь. Ну, скорее всего, да. Окей. Значит, выбираем, получается, дерт гоблин. Или дерт гоблин. Так, все, выбрали. И включаем. Да, как видите, на них автофарм тоже работает. Ну, и, естественно, на других мобов тоже. Давайте быстренько сейчас накопим. Получается, 180 тысяч монет. И посмотрим, обновится список доступных мобов или нет. Все, накопил. Идем. Получается, покупаем новую локацию. И смотрим. По идее, должны обновиться. Так, все, мы ее купили успешно. Нажимаем Refresh Mops. И смотрим. Да. Все, отлично. Эта функция работает, как видите. У меня появился дополнительный моб, который я могу фармить. И находится он уже на другой локации, как видите. Так. Ладно, выключаем эти функции. Давайте смотрим оставшиеся, какие здесь остались. Auto Deleted Common Weapon. Это, получается, можно комоновский меч удалять. Давайте попробуем. Да, как видите, эта функция работает. Отлично. Самое главное, случайно Epic или Rare мечи не удалить, потому что восстановить их уже никак не получится. Также есть кнопка Auto Deleted Pets. Давайте тогда проверим ее. Комоновские эти сейчас удалятся. Ну ладно, в принципе, мне их не жалко. Проверяем. И да. Они удалились. Отлично. И, кстати, как видите, петы, которые у меня были одеты, они не удалились. В принципе, очень полезная штука. То, что одетые петы не удаляются. А, автоэволюция пета, ну, к сожалению, сейчас показать не смогу. Ну, я думаю, эта функция работает. Сами, в принципе, сможете проверить. И автоэволюция оружия тоже сделать не смогу, потому что нужно, если не ошибаюсь, либо четыре, либо больше таких же одинаковых мечей. Давайте посмотрим. Что-то не работает, странно. По идее, должна была гуишка открыться, но почему-то не открылась. Ладно, фиг с ней. Идем дальше. Апгрейды. Вот, можно здесь покупать апгрейды. Давайте купим самый первый апгрейд. Посмотрим, что произойдет. Пока что ничего не происходит. Не знаю, где это даже находится. Ладно, короче. Тоже проверите. Music. Здесь особо ничего интересного нет. Скорость, как видите, работает. Камера. Можно приблизить. Можно отдалить. Как вам удобно. Кстати, прикольно выглядит. Вообще. Офигеть. Как будто это не роблокс, а другая уже игра какая-то. Anti-авк. Это чтобы вас не кикало. Делетед коин эффект. Получается, чтобы у вас эффекты не появлялись на экране. И делетед поп-месседж. Которые тоже, скорее всего, на экране появляются. Их у вас не будет появляться. Ну и, в принципе, все. На этом скрипт закончился. В принципе, буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылочка на него будет в описании. На этом все. Всем удачи и пока.